В Морокко полиция жестоко разогнала участников митинга, которые недовольны своим королем. Марокканцы возмущены тем, что Мухаммед VI помиловал преступника, который изнасиловал 11 детей. И вот результаты народного гнева. 64-летний испанец, бывший военный Даниэль Гальван, выйдя на пенсию, переехал жить в Марокко. Обучал соседских детей испанскому, устраивал для них праздники. Как позже выяснит полиция, он изнасиловал 11 детей в возрасте от 2 до 15 лет. Один из пострадавших покончил с собой. Даниэль Гальван, возможно, так и сидел бы в тюрьме до конца своих дней. Но две недели назад марокканский монарх встретился со своим испанским коллегой Хуаном Карлосом. Тот за чашкой чая походатайствовал за своих подданных, пребывающих в марокканских тюрьмах. И вот в эту среду, в праздник королевского трона, Мухаммед VI, рощерком пера, помиловал 48 испанских заключенных. В том числе и педофила. Возмущенные граждане вышли к стенам парламента и простояли до ночи. Тогда наряды полиции решили разогнать людей. Многие пострадали. Объяснить случившееся невозможно. Нет никакой логики и никаких разумных причин в том, что произошло. Думаю, власти просто не хотят признать, что король обычный человек и тоже может совершать ошибки. Марокканцы недовольны халатностью юстиции и даже тем фактом, что по просьбе одного короля, другой запросто дарует свободу преступникам. Мы выступаем за независимую судебную систему. И это главная тема сегодня. Правосудие давно пора освободить от влиятельных людей, от короля и его друзей. Мы требуем пересмотра механизма помилования в Марокко. Ведь на свободу выходят садисты и педофилы. Оправдываться пришлось и испанцам. Правительство страны заявило, что список помилованных составляла марокканская сторона. Что делать с вернувшимся на родину в пятницу педофилам в Мадриде еще не решили. София Гордиенко. Подробности. Телеканал Интер. Субтитры создавал DimaTorzok